Ребят, я подошел в салон, где можно постричься. Называется Barbershop Body. Хозяин салона. Как зовут? Илья Пашков. Илья, как давно организовали этот бизнес? О, это было лет, наверное, четыре года. Когда еще ничего не было в Праге, никаких мужских стежек, никакой тенденции барбарской. Мне очень понравилось просто какое-то видео в Ютубе, там смотрел про Чикаго, там и такие всякие вот дела. Плюс там гангстерская тема, 60-е года, сухие законы и все остальное. Вот, и как-то подвигло на то, что просто это было очень интересно. Начал тренироваться и набирать публику какую-то, которым было интересно просто что-то новое. Ну, как бы новое, давно забытое старое, да, вот. И так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть собралась своя клиентура, и потом мы открыли это место, вот. Понятно, вообще легко тут открыть бизнес в Праге? Ну, действительно, ну, не сложно, не сложно. То есть, если соблюдать все правила, которые игры, да, то ничего сложного нет. Иногда это просто затягивает очень много времени, забирает, да, но нигде без этого нельзя. То есть, а так, а так, так очень, вроде бы, простенько. Понял, слышишь? Как-то меня, как-то мой первый бизнес, ну, мне показалось это очень просто. А откуда приехал? С Украины. Понял, скажи, вот говорят, что в Евросоюзе очень высокие налоги. Здесь как налоги? Высокие? Да, нет, ну, в принципе, мне кажется, как бы, они везде видны, эти налоги, я готов платить их очень даже по правилам и постоянно, потому что видно везде, где они вкладываются, поэтому я не считаю, что это высокие налоги. Ну, то есть, по другим странам Евросоюза здесь невысокие налоги? Ну, к сожалению, я не так часто путешествую, поэтому я не могу сказать, насколько они там высокие, какая там разница. Но здесь, здесь они особо не чувствуют. То есть здесь можно и заработать, и заплатить налоги, и себе ставить, и всё, 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 лишь бы было желание. Я понял. Вот если, допустим, приехать в Прагу и захотеть здесь остаться жить без английского и без чешского языка, вообще возможно вот так сориентироваться? Вполне. Да? Вполне. То есть количество поязычного населения здесь, ну, если мы говорим по поязычному, да, то очень высокое, поэтому сложностей с этим, я думаю, никаких не будет. Язык, то есть сами чехи понимают, как бы немножечко славянские, они же похожи эти языки, поэтому как-то всегда можно договориться, все что-то знаем, все как-то там иницируют, поэтому с этим проблемой. Понятно, вот жильём как тут вообще ситуация обстоит? Жильём, ну, так, очень-очень, конечно, но всё же смешно, то есть, ну, очень дорого. Очень дорого. Это если аренда? И аренда, и покупка, и высокий очень спрос, мне кажется, поэтому... Ну, средняя цена сколько за однокомнатную квартиру? За покупку? Ну, нет, вы тошли в аренду и покупку. В аренду? Ну, мне кажется, в аренду однокомнатную от тысяч... Вам в кронах или в какой-нибудь? Ну, да, можно в кронах, я переверю. Давайте в кронах. Я думаю, что где-то начиная от десяти. Это пятьсот долларов. Это где-то да. Четыреста долларов. Ну, да, но это начало, да, и скажем так, то есть это в зависимости, в какой части Праги это было. Илья, просто не был в Швеции, в Стокгольме там начинается от двух тысяч евро. Но это только самый минимум, если повезет вот так вот, да, скажем? И... А покупка, я уже не знаю, наверное, в миллион просто считается. То есть при том, ну, я думаю, что в принципе тоже заработать. Вот, поэтому можно там и от спирки начинается выйти. Ну, полторы-две тысячи евро. Ну. Десять тысяч крон и выше. Десять тысяч крон и тысячи двести евро. Ну. И выше. Да. Это есть... Наверное, здесь не так было. Что бы хотел пожелать тем, кто вот планирует приехать сюда туристом, там, постричься, там, что-то такое. Ну, какие-то общие слова. Ну, постричься, приходите, конечно, к нам. Вот, мы будем очень рады со всеми познакомиться, со всем всеми все рассказать. Сможем, как мы сможем, тепло можем. Подскажем какие-то интересные места, дам хорошую стрижку, позаботимся. Вот. А тем, кто хочет переезжать в Чешскую республику, ну, набраться, наверное, терпения и старания. Если бы предложить... Как показывает практика, что это очень много занимает времени, поэтому, наверное, самое важное – это терпение. Я понял. Ну, вообще, это круто? Да, любое перемещение, мне кажется, круто. Класс. Если бы предложили вернуться обратно, все, бросить здесь и... Я, как бы, наверное, не хотел бы обратно, может быть, куда-нибудь дальше, да, но... Продолжение следует...